Великой Отечественной войны Григорий Павлович о событиях далеких 40-х рассказывает как на духу. Феноменальная память ветерана, которому без малого 92, выдает такие подробности, о которых обычно не вспомнишь и на следующий день. Однако те страшные события навсегда отложились в памяти героя. Саленградская битва, длившаяся 200 дней и ночей, стала самой кровопролитной в истории Второй мировой. Три миллиона бомб было сброшено противником на город протяженностью 70 километров. Григорий Павлович вспоминает, ежедневно по несколько раз налетали немецкие бомбардировщики. Одна бомба чуть не накрыла мертвым попаданием. Диаметр воронки 3 метра, а расстояние от края воронки до моего окопа только 1 метр. Стенки воронки были совершенно вертикальны, распитаны как трясинные. Вот так вот. Я спас вот этот плотный грунт. Кстати, там под Сталинградом последний раз Красная Армия массово применяла ампулометы. Химразведчик Григорий Гуляев с этим оружием был на ты. Устройство ампуломета было простым, как и все советское. Он представлял собой мортиру, которая заряжалась со стороны дула круглой ампулой, наполненной самовоспламеняющейся на воздухе жидкостью. Оружие было мощным, но не самым надежным. Этот сам поломет стрелял на полкилометра и, попадая в танк, развивал и, собственно, мы туда отвезли целую большую боржу. Бутылки мы выставили наверх, они были в этих самых ящиках, а эти самые ампулы, там были ящики килограмм по 120, все это, там уже на них загрузили. Причем мы очень, так сказать, следили, как только начинается дымиться, бутылка, хватали ящики, забор. Боевой путь Григория Гуляева на Сталинграде не закончился. Его дивизией участвовала в освобождении Белгорода, Харькова, Полтавы и Кировграда, где молодой разведчик получил ранения. Сначала было все тихо, потом в нас пробежала очень организованно, быстро вся пехота. Она разлася от немцев и спешила занять новые рубежи обороны. Потом подошли немецкие танки, они не могли форсировать эту реку и начали нас бить прямой на воде, там я софт-34, потом пришли автоматчики. Я получил обсколочное ранение в руку и ушел раньше. В этом бою погибли два его товарища. Затем Григорий Павлович прошел Венгрию и Югославию. А последним пунктом стала Австрия, где вместо сражений фронтовика ждала победа. Сейчас среди многочисленных боевых наград медали за отвагу, за оборону Сталинграда, за взятие Будапешта и за победу над Германией. Страшная война для Григория Гуляева позади, но по прошествии десятилетий он не раз возвращается мысленно туда, где прошла его молодость. Ведь в 1943 году ему было всего 20. Все ведомства должны активно подключиться в работу по подготовке празднования Дня Победы. Мероприятие надо организовать на самом высоком уровне. Об этом сегодня на заседании рабочей группы напомнила вице-премьер Тамара Николаева. План мероприятий уже проработан досконально. Осталось лишь решить некоторые орг-моменты. Например, уже решен вопрос о бесплатном провозе ветеранов на всех видах транспорта в праздничные дни. А вот Северная железная дорога еще не дала своего согласия. Надо добавить, что бесплатно в праздничные дни сможет передвигаться не только ветеран, но и сопровождающий его человек. Правительство Российской Федерации сообщило о подписании постановления, которое утверждает правила предоставления к субсидии организациям, обеспечивающих бесплатный проезд ветеранам на период с 3 по 12 мая 2015 года. Бесплатный проезд будет не только для ветеранов, но и участников инвалидов войны, но и для сопровождающих их лиц. Любовь это будет действовать при проезде по территории России между субъектами Российской Федерации – железнодорожным, морским, внутренним водным, воздушным и автомобильным, кроме такси, транспортом. В Сыктывкаре 9 мая начнется шествие от Вечного огня. Колонна дойдет до Стефановской площади. Во главе ее пройдут школьники столицы с фотографиями фронтовиков на площади. Тем временем начнется театрализованное представление. По традиции все силовые ведомства выставят так называемые коробки. Наблюдать за происходящим жители города и гости смогут на большом экране, которых в этом году, к слову, будет два на Стефановской площади и перед Центральным бассейном.